И снова здорово! С вами Олег Алабудин. Мы проходим специальный мануальный массаж. Это особенные техники. Мы уже разогрели тело. И сейчас переходим к локтевым техникам. Это сет номер 4 у нас. Вот по таким рисуночкам я вам расшифрую, что конкретно мы делаем. Это уже более глубокое вхождение в тело человека. Значит, укладываем пациента так, чтобы вот эта рука была сверху. Голову ко мне поворачивай, а эту руку вниз, вот туда. И, соответственно, мы закончили кулачковой технике тем, что позвонки ему немножко расшатали. Раздвинули. Вот такими декомпрессионными движениями. И дальше прием нож входит в масло. Значит, вот тут гребень подвздошной кости находится. Он идет чуть по диагонали. И вот сюда мы внедряем свою ладонь. Вот этот тонкий пальчик. Шире, 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 шире. Видите? По касательной. Смотрите, чтобы локтем не задеть остистые отростки. Иначе будет больно. Костями по костям не бьем. Вот первый вход и в таз упираемся, отодвигаем. Вторая рука входит в ребра. Упираемся, отодвигаем. Достаточно быстро. Туда, сюда. Одна рука за другой следует. Раз, два. Раз, два. Таким образом мы расширяем между плавающими ребрами и тазом. Отодвигаем пространство, да? И расслабляем квадратную мышцу. Завершающим движением уходим глубже. И эта рука идет к трапециевидной мышце. Начинает ее разминать. А эта глубоко заходит. И всю ягодицу четырьмя концентрическими кругами мы обрабатываем уже, уже, уже. Теперь эта рука делает четыре продольных прохода по всей ягодице вот туда. А эта рука кулаком. Вот внедряемся в остистые отростки. С обратной стороны большим пальцем захватываем. И расшатываем вот так вот. До пояснического подвздошного сочинения. Но только делаем это одновременно. Надо будет тренироваться. Вот концентрические круги. Теперь захватили и... Раз, два, три, четыре. Ну, почему четыре? Условно, это нам подсказка, что спина делится на четыре зоны. Шейно-воротниковая часть. Верхняя часть грудного отдела, нижняя часть грудного отдела и поясничная зона. То есть, вот, как бы, четыре символических полоски мы проделали. Далее техника рубанок. Захватываем вот так вот руку. Ну, честно говоря, можно держать и так, и так. Но, просто, чтобы символично по коже было на рубанок. Четыре прохода. Раз, три, два, три, четыре по боку. То есть, вот четыре линии я нарисовал. Это растирающие техники, достаточно мощные уже. Еще раз показываю. Раз, два, три, четыре. Теперь, иконечную мышцу отодвигаем к вертеву. Квадратную мышцу отодвигаем. Широчайшую разглаживаем. Трапецию трем. Достаточно быстро, энергично. Эта нижняя часть трапеции подключается. Вторая рука. Верхняя часть трапеции. Нижняя, верхняя. Нижняя, верхняя. Нижняя, верхняя. Теперь ложимся на клиента и поперек его всего растираем. Ну как-то все грелся. Вообще пускай. И теперь более жестко. ППС находим. Вот где у вас косточка, да? И позвоночник. Между ними заходим и вот так попадаем в ямочку. Это ямка. Вот она, буквально здесь два пальца входит. Здесь есть сустав, который часто болит. И наша цель – раздвинуть кости, естественно. Бывает, ну сейчас мы не будем рисовать на клиенте, да? Но бывает, вот если ось позвоночника идет, да? И таз может быть тут ближе, а тут шире расстояние. Вот такое, а здесь вот такое. Поэтому наша задача – раздвинуть здесь. Вставляем прямо сюда, острие локотка. И сначала аккуратненько пробиваем. Если терпит, нормально, то можно посильнее. Вот. Костяшку вот эту обходим. И идем по верхнему гребню. Через небольшую складочку кожи. Вот отсюда так делаем складочку, да? И пробиваем таз вот туда. Я вам уже говорил, да, что вот это наш камень преткновения. Это базис нашего скелета. Все кости, которые растут вверх, мы тянем вверх. Все, которые ниже, тянем вниз. Вот складочку сделал. Поставим… А! Нюанс. В общем, сюда я бью прямо острием, да? Чтобы попасть в ППС – пояснический воздушный сустав. А в таз бью вот этой плоскостью, чтобы не было больно. Вот под таким углом на руках стоит, видите? Раз, два, три, четыре. Ну, оно все на четыре делится. Это наше скранное число. Пробили. Теперь смотрите, с каким локтем удобнее, тем и делаете. Большие круги – это просто разминание спины – делаются вот в этом направлении. То есть против часовой стрелки. Здесь по часовой стрелке. Для того, чтобы когда локт подходил ближе к позвоночнику, он его декомпрессировал. Понимаете? Не в обратную сторону, а вот туда. То есть у нас постоянно идет декомпрессия. Потом будем идти маленькими кружками вот такими. Это… Ну, это называется бруц, а это часы наручных. Вот, циферблат наручных часов. Потому что наша цель уже будет… Вот, видите, тут реберное сочленение. То есть нам надо подбить в реберное сочленение. Демонстрирую. Либо этим локтем блюдца вот такие рисуем. И теперь, ну, начиная с десятого ребра. Ниже, там нет смысла. Вот туда. Терпимо? Да, полно. Вот. Смотрите сами. Если вам неудобно этим локтем, можно сделать вот такую восьмерочку. Раз, и перейти на другой локоть. Вот большие блюдца. Обратите внимание, у меня рука вверх, да, чтобы было вот прямо натяжение. И вот маленький. Тиферблат. Вот так вот пробили. И далее. Кстати, можете маневрировать локтем, да. Кому надо, может быть, я стрием прямо надавить вот на ребра. Вот почувствую, что это такое, да, прямо ужасно продавили. Кому полегче, поворачивайте вот эту плоскость. Вот так вот. Если еще легче, то можно вот так вот, вот этим треугольничком давить. Будет сильно, но мягко одновременно. Да, чувствуешь разницу? Да, конечно. Вот. Теперь у нас, представьте, что это причал, и мы ставим яхты. Первым внедрилась яхта с выдохом. Уперлись в тазовую кость и в ребра. И раздвигаем. Как бы скобу такую ставим. Распорку. То есть мы не едем никуда, да. Это именно воздействие на кости. Вставили и расперли. То есть об свои собственные руки растягиваем. Еще. У кого напряжение здесь большое, несколько раз можно вдох. Выдох. Далее плавающие ребра пропускаем. И начинаем так же внедряться, ставим яхты. Наша цель здесь. Раздвинуть межреберное расстояние. Ребра примерно толщиной с палец, да. И между ними расстояние толщиной с палец. Мы как бы вот сюда, мизинцы, входим, раздвигаем их. Работает вот эта косточка. Получается у нас, если тут 10 ребер, то между ними 9 расстояний. И плюс еще одна лодочка здесь, да. Получается 10. Еще раз показываю. Вот раз. Вот эти косточки работают. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять. Девять поставили. И теперь прозвучал выстрел стартового пистолета. И пошла регата яхт. Первая пошла. За ним шлейф воды. Видите, какой вторая. Третья. И четвертая. Мягко раздвигает за череп и плечо. Вот эти вот мышцы шейные. Достаточно приятный прием. Вот такой. Вот. То есть мы делим, смотрите. На четыре части сначала. Потом на три части, на две. И на одну. То есть 4 плюс 3 плюс 2 плюс 1. Как раз получается 10. 10 запусков. Вот. На три части. На две. Я как бы дышу и подсказываю, чтобы он как бы выдыхал всегда со мной. Да? Давай выдох. All together now. И на одну часть. Выдыхаем. И вот растягиваем дополнительно еще боковушку. И теперь у нас по жестче техники. Ставим локоть вот так. У нас рука отдыхает, плечо отдыхает. И нога вот тут вот болтается. Видите, половина корпуса у нас отдыхает. А вторую руку ставим за пределами чистых отростков. Вот тут вот. На уровне десятого позвонка. Как определить десятый позвонок. Как правило, здесь пощупать, да? Десятое ребро, оно самое выпирающее. То есть два плавочек не поглубже. А это вот выпирающее получается. Вот он идет вот до сюда. Соответственно локоть мы ставим вот так. По диагонали на самую выпирающую косточку вот сюда. И вот сюда. Вот так. Второй вот здесь. Поставили, предупредили, что это будет длинный, долгий выдох был. И раскачиваем его. Руки ходят в противофазе. Видите? То есть работа идет на кости. Не на кожу, а именно кости мы раскачиваем. Расшатываем. Далее ставим два локтя вот здесь. На тазовую кость. И на ребра вот параллельно. Предупреждаем, чтобы он выдохнул и расслабился. А мы идем достаточно сильно. Раздвигаем его. Ну, вот и короче там уже прохрустело. Выдыхай нормально. Вот, кому надо бы почувствовать, что где-то там что-то выпирает еще, да, вот на этой реберно-поперечной дуге. Тогда еще раз. И можно за счет маха головы продавить посреднее. Вышли. И этим локтевый прием заканчивается. Рука догоняет, растирая его паравитабальной мышцы до плеча. И мы продолжим следующий сет. Номер пять. Будет работа с лопаткой и плечом. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте значок на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о полезных видео. До новых встреч, друзья!